Поисковая операция на месте обрушения казарм в Омске завершена. Найдены все 42 военнослужащих, 23 человека погибли. Среди них и двое новосибирцев, Илья Филянин и Михаил Игошин. Еще двое наших земляков, Виталий Дедусенко и Михаил Сухоруков, в крайне тяжелом состоянии, доставленный самолетами военно-транспортной авиации в московскую клинику. Эти любительские кадры снимали родственники ребят буквально в минувшую субботу. Новобранцы приняли присягу, а уже через сутки обрушились казармы. Михаил Сухоруков смог связаться с родственниками наутро после трагедии и рассказал о том, как все произошло. Сначала треску слышали, потом увидели трещину и начали ребят будить. Как мама говорит, Миша выбегал, он выбежал в одних трусах, чуть ли не последний выбегал, и под ним прям пол проваливался. Ну и все, а потом в больнице или где ему ребята дали кельняшку, сланцы, чтобы он голый не ходил. Причиной обрушения казармы в Омской области могли стать нарушения технологии при проведении ремонта здания. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Казарма была построена в 1975 году, а капитальный ремонт сделали около года назад. По указанию министра обороны генерала армии Сергея Шойгу проводится инспекция всех зданий и сооружений, отремонтированных в данном военном городке поселка Светлый. В данной казарме прошел ремонт, были заменены инженерные сети, окна. Подчеркиваю, что работы по перепланировке в данной казарме не проводились. Напомню, минувшей ночью обрушилась часть крыши и частично стены четырехэтажного здания казармы в 242-м учебном центре ВДВ в поселке Светлый возбуждено уголовное дело по трем статьям. Халатность, нарушение правил безопасности при проведении строительных работ и превышение должностных полномочий.